Добрый день! Вы искали лечение ацетономического синдрома? Ну я, врач-фитотерапевт Борис Качков, вас прекрасно понимаю. Диагноз, который в любой момент может нарушить состояние здоровья человека, ну и привести к приличной нетрудоспособности. Почему плохо лечится ацетономический синдром? Потому что большинство считает, что это патология поджелудочной железы. И в корне ошибаются. Это патология тоже большой пищеварительной железы, но это не поджелудочная, это печень. Печень, она работает в оптимальных условиях, как склад для углеводов. После еды она все углеводы складывает в виде гликогена. Между прием пищи возвращает кровь. Таким образом, когда печень поддерживает обмен веществ на углеводах, организм не переходит на жиры, нет ацетономического синдрома. Как только углеводов для обмена веществ не хватает, а энергетику поддерживать надо, организм перешел на жиры, появились кетоновые тела, одно из них имеет характерный аромат, это ацетон. Появился ацетон в моче, в выдыхаемом воздухе, или пахнет от тела, несущественно. Важно лишь одно. Повышение уровня ацетона в крови, это окисление любых мембран, это токсическое действие на нервную систему, на сердце, на печень, на почки, на мышечную систему. Весь организм страдает. Что делать, чтобы превратить ацетономический синдром? Ну, по большому счету, нужно заняться печенью. Печень очень любит режим питания, рацион питания. Печень очень любит, когда в кишечнике отсутствует дисбактериоз, отсутствуют паразиты. Поэтому все это нужно регулировать индивидуально под конкретного человека. Когда вы это отрегулируете, восстановление работы печени, она участвует в обмене углеводов, обмен веществ идет на углеводов, а это 60% энергетики организма, организм меньше использует жиры, нет ацетона, нет всего остального, все довольны, все смеются. Почему это нужно сделать? Потому что такая печень, и человек склонен к другому диагнозу, не менее страшному, сахарной гибриды второго типа. То есть, это очень неблагоприятная перспектива, потому что он не щадит уже ни сосуды, ни другие органы. Для того, чтобы вылечить ацетономический синдром, нужно 3-4 месяца позаниматься печенью. Я знаю, что такое печень, уделяю этому достаточно много внимания и времени, из более 40 книг опубликованных, одна из них, что делать, если у вас есть печень. Здесь описаны основные условия работы печени, как ее поддерживать, как делать так, чтобы она не нарушала свою активность, участвовала как метаболический мозг во всех процессах, в том числе и в обмене углеводов, а заодно в обмене жиров, белков, витаминов, микроэлементов. Если вам это необходимо, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко вам поможет.